Яна, Влада и Кошка Аида. Таких больших животных на арене цирка двухлетний Савва видит впервые. Шоу с африканскими бегемотами – центральное в новой программе. Ребенок хоть и маленький, но в большом восторге. Савва, тебе понравились бегемотики? Тебе понравились бегемотики, Савелий? Да. Какие бегемоты, Савва? Большие? Красивые? Ну, в общем, спасибо Пермскому цирку, что они организовывают такие программы для нас, наших детей. Яна, Злата и Аида – взрослые гиппопотамы. Взбираются на тумбы, строят пирамиду и играют в чехарду. И это с весом в полторы тонны каждая. К тому же животные считаются одними из самых опасных на суше. Мы видели программы других представлений. Но это одна из самых ярких и замечательных динамичных программ. С очень интересными цирковыми номерами, уникальные бегемоты. Это просто чудо. За плечами у народного артиста России Тофика Ахундова 30 лет опыта дрессировки опасных животных. Подготовка этого шоу заняла без малого 10 лет. Как выяснилось, неповоротливыми бегемоты кажутся только на первый взгляд. Такое прытие от бегемотов, это как бы надо добиться. Рекомендую, если кто-то не смотрел. Просто не так много у нас цирков бывает, которые можно порекомендовать. Вот этот и предыдущий был классный. Под куполом в этот раз собрались артисты мирового уровня. Выступления бегемотов предваряют воздушные гимнасты и акробаты из московского цирка под руководством заслуженного артиста России Бориса Кима. Татьяна Шитова с дрессурой лошадей и борзых. А еще полюбившийся и взрослым и детям клоун Куки. Это шоу в Пермском цирке можно посетить до середины октября. Мария Лазарева, Сергей Федосеев, Часпик.